Валентина Иосифовна Леонид Володарский окончил Московский государственный институт иностранных языков имени Мариса Терезы, владеет английским, французским, испанским и итальянским языком. Автор переводов английской и американской художественной литературы перевел на русский язык произведения Стивена Кинга и Джерома Селлинджера. Автор сценария и ведущий 10-серийного фильма «Разведка», о которой знали немногие. Автор политического детектива «Снег из Центральной Америки» про деятельность ЦРУ в Центральной Америке. Был автором и ведущим телепрограмм на центральных каналах российского телевидения. Леонид Володарский начал учить английский в возрасте 4 лет. Работал в Институте Африки Академии Наук СССР, в Институте Международного рабочего движения Академии Наук. Получил известность среди зрителей за счет уникальной манеры речи и оригинального произношения. А о Леониде Володарском сложилось мнение как о переводчике с прищепкой на носу. Ходила легенда, что голос искажался специально, чтобы избежать репрессий КГБ. Леонид Володарский начал переводить кино в 1968 году. Работал на кинофестивалях. В 1970-х с приходом на рынок кассет с видеофильмами к услугам Володарского обращались видеопираты. За 30 лет практики Володарский перевел и озвучил более 5000 фильмов. Особенность Володарского, что фильмы он переводил синхронно с первого раза. Ведет прямые эфиры на радиостанции «Говорит Москва», «Женат», «Воспитывает внуков». Леонид, вы, конечно, этого не помните. Я вам звонил в 2008 году и уговаривал вас прийти к нам на программу. И вы сказали, что мне не очень интересно. Мы 14 лет пытались вас уговорить, но подсознательно. Ну, порядочная девушка надеется, что ее будут уговаривать. И получилось. Конечно, получилось. А я просто не помню, какие обстоятельства были тогда, но я вас могу честно совершенно заверить, что неуважения в этом дело никакого. Ни в коем случае я не об этом. Видимо, вас так допекли журналюги, что... Вы даже не поверите, иногда складывается следующая ситуация. Ну, иногда меня просят дать интервью, где-то выступить. И если у меня нет никаких дел неопознанных, я соглашаюсь. Я никогда не читаю отзывы. В моей радиопередаче я не принимаю письменные сообщения. Дозвонился, значит, это хорошо. А тут в Ютьюбе выложено, я смотрю. Ну, надоело уже. Каждый раз одно и то же рассказывать. Но у меня нет других историй. Я родился в 1960 году. Я делал это, я делал то, я делал третье. Я не вижу причин брать. Понимаете? Вот это как журналю. Это как журналю. Давайте проговорим сейчас про телевидение, немножко про журналистику. А потом пойдем по фабуле. Как обычно. Как часто. А журналистика, радиотелевидение или лингвистика? Вы знаете, я вот всю жизнь, практически я всю жизнь занимался только тем, чем я хотел. И родители мне сначала говорили, а почему ты переводишь? Я не хотел переводить. Я занимался чем-то другим. Позже выяснилось, что все-таки переводить. Родители задали следующий вопрос. Они оба были педагогами, а почему ты не хочешь преподавать? И они этот вопрос задавали часто, но каждый раз получали один и тот же ответ. Я не хочу преподавать, потому что в какой-то группе может попасться такой, как я. Вот именно поэтому. Ну, я не знаю, там шутка смешная, не смешная, какая есть. И выяснилось, что сегодня, на сегодняшний день, мне преподавание доставляет огромное удовольствие. А я до последнего не хотел. Журналистика, для меня журналистика, ну, я уже человек достаточно много поживший, для меня это все-таки писать. От руки, на компьютере, на пишущей машинке. А журналистика ртом, она меня совершенно не интересует. Потому что сколько я не смотрел интервьюэров, извините, они мне не интересны. Ни Дудь, ни Шихман, ни все остальные, как только они начинают говорить о конкретной теме, я визуально абсолютно не готова. И, к сожалению, это сегодня общепринято. Это явление. Языки. Ну, это же дверь в огромный мир. Это же дверь к книгам. А я много читаю. Всегда много читал. Вот. Так что все хорошо. Пока все хорошо. Пока мне все нравится. Ну, все-таки тогда хорошо. Тогда телевидение или радио? Радио, конечно. Конечно, обязательно. Признаюсь, был период в моей жизни, когда меня посещала очень дурная мысль. Надо обязательно попасть на телевизор. Почему я так думал? Я этого сейчас объяснить не могу. Я попал на СИЗОН на телевидении. Мне это абсолютно неинтересно, потому что тебя дергают, надо сказать это, и я не хочу этого говорить. Надо упомянуть об этом. Да я не хочу об этом упоминать. Надо, чтобы пришел этот гость. Я говорю, этот гость не совершенно неинтересен. Ни с какой стороны. Апсер. Ну и что? Ну, ты актер. Вчера ты играл Дуню. Позавчера ты играл Печу и Волку. Зараз. А вот следующая твоя роль будет Александр Македонский. Ну, я думаю, что великие актеры, они все немного шизофреники. Это же надо взыться в роль, потому что я где-то читал, что когда Де Ниро играл своего персонажа в «Однажды в Америке» у Серджа Леоне, когда он играет старика уже, он 20 минут выходил из этого образа. Бросить. Это можно двинуться. Так они и двигаются, потому что они начинают себя чрезвычайно высоко оценивать. Они начинают высказываться об окружающей среде, о мировой политике, не знаю. И телевидение – это очень много ограничений. На радио ограничений гораздо меньше. То есть, правильно ли я понимаю, если актер потрясающий, гениальный, то шизофреник в хорошем смысле? Жизнь моя сложилась так, что я общался с действительно великими актерами, я не буду называть их фамилии, поверьте. И вы знаете, человек, который не одной тоже играет, а он играет совершенно разных людей, совершенно разные характеры, оказался вообще не совершенно скучным, серым человеком. У него было два занятия. Он рассказывал анекдоты, каковых у него было 15 взаимодействий. Но он рассказывал, конечно, мастерские. И случаи с театральной жизнью. А компания была очень интересная, очень разношурсная. Я вам хочу сказать, несмотря на все свои регалии и заслуги, он надоел в 7 минут через 15, по-моему. Актер все-таки это… Если бы Шекспир сам писал и сам играл, тогда вот к этому надо было бы присмотреться внимательно. Заслуга актера у нас очень часто – это заслуга режиссера. Потому что гениальный режиссер, он в актере видит, конечно, только пластилин. И вот умение работать с актером, то есть объяснить актеру, как ему надо играть так, чтобы вызвать в нем все самое лучшее. Не все это умеют. Андреич, секундочку. Как вы относитесь к тому, что журналистам, профессиональным, телевизионщикам, которые ездят и снимают уличные программы, вы изнушки, пишет текст профессиональный сценарист? Как вы к этому относитесь? Я очень уважаю труд сценаристов, потому что я считаю, главное – это сценарий. Без сценария ничего не получится и никогда не получится. Хоть ты всех актеров самознаменитых собери в один фильм. Ну, это вопрос лучше, наверное, задать этим актерам. Они не чувствуют себя ущербными, что они не могут какой-то внятной делать. Журналисты не актеры, а журналисты. А, нет, так это совсем плохо. Это совсем плохо, как мне кажется. Потому что, а в чем заключается твоя журналистская деятельность? В том, что ты умеешь снимать на камеру? Это специальность. Это профессия. А журналисты с какой стороны? Это мой вопрос. Объяснил бы мне кто-нибудь, что это такое? А вы сказали, и я абсолютно с вами согласен, что на радио больше свободы, чем на телевидении. А почему? Откуда корни? Вы знаете, если главный редактор, у меня на «Говорит Москва» Роман Баян, главный редактор, мы с ним переговорили один раз по моей инициативе. Я считал, что у меня два часа в неделю, а я хотел четыре часа в неделю, то есть в субботу и в воскресенье. Мы с ним поговорили, и мне дали час. Час так час. Прошло какое-то время, мне позвонили, сказали, а теперь два. И больше мы с Романом не общались. Вот я считаю, что роль главного редактора, как администратора в данном случае, она в этом и должна состоять. Я тебя взял, я тебя принимаю, но ты не расслабляешься. Не подвозь. Нет, конечно. Это вот такой негласный договор. Ты должен прийти вовремя, ты должен прийти подготовленно, и слушатель, конечно, должно быть интересно. Вы же в этом жанре уже очень долгие годы, и я радио выходного дня ассоциирую с вашей передачей. Спасибо. Наговорит Москва первое. Наговорит Москва, безусловно. И еще до этого был на русском... Это русская служба новостей. Ну, на РСН это было, конечно, я год отработал, но у меня в субботу и воскресенье были передачи по четыре часа. В прямом эфире? В прямом эфире. Ну, я делаю то, что, мне кажется, я умею делать. Я практически никогда не касаюсь политики. Без меня достаточно людей, которые думают, что они разбираются. Например, когда вдруг на телеэкране появляется эксперт, который вчера про коронавирус мне рассказывал. Потом я у врачей спрашиваю, они говорят, ну, а почему не на цепи до сих пор? Хорошо. Дальше он стал военным экспертом. Знает ли он, из какого конца стреляет автомат? Я сомневаюсь. То, что он не сможет перезарядить автомат, я уверен. Но он с умным видом. А послезавтра, я даже могу рассказать, мне это очень шутка понравилось, встречаются два политолога, кто мне еще объяснил, кто такой политолог. Я не знаю, что это за профессия такая. Политолога называют Белковского. Хотя он говорит, я никакой не политолог. Фух, хорошо, уже хорошо. А вот, встречаются два политолога, и один говорит, я ничего не могу понять. Что же происходит на границе Руанды и Бурунди? Он говорит, я тебе все объясню. Он говорит, объясните, я могу, что там происходит. Вот эти вот, вся эта порция, понимаете? Загадочные профессии. Политолог, публицист. Что-то я смотрю, я твою публицистику, а в этой публицистике ты себя больше 15 сроков выдавить не можешь. Ну, у меня как-то другая оценка публицистики. Дальше. А сейчас медиаэксперт. Я не знаю, может быть, Следственный комитет написать, может быть, они там выяснят, что это за профессия медиаэксперт. Бьютиэксперт. В России. Я не знаю, может быть, бьютиэксперт где-нибудь в англоязычной стране. Всем понятно? Но в России что такое бьютиэксперт? Я не понимаю. И эти люди просвещают нас по всем вопросам бытия. Если мы с ними начнем обсуждать какой-то известный фильм 70-х годов или какой-нибудь роман Льва Толстого. Я думаю, 99,9 из 100 они этого не читали. Они и... Ну, например, было интервью, я не помню. Ну, кто-то там из этих... Идуть, по-моему. Его спрашивают. И тот, кого он интервьюирует, что-то у него спросит такое, всеобразователь. Он говорит, а, у меня не надо спрашивать, я невежда. Как? И куда ты, мальчик, собрался? Если ты действительно проделал колоссальную селинскую работу, не один, у тебя есть штат, и у тебя на каждое слово бумага, архивный документ, кто это сказал, когда человек это сказал, тогда я с удовольствием... А если у тебя сердце горит? Мне это неинтересно. Как только человек начинает давить на себя эмоциями... Нет, эмоции у меня самого есть. А вот способность к серьезной аналитике не самая сильная у меня. И если там из меня давят слезу, у меня первый вопрос, а зачем? Чего это ты так искренне... Ну, это я в сутку говорю. Эмоционально. Нет? Нет, меня это не устраивает ни с какой стороны. А кого из интервьюеров вы можете выделить и сравнить с теми, которые были когда-то на одном уровне? Я... Вот вы знаете, я, к сожалению, уме... Вот я смотрю, например, интервьюеры. Меган Маркл, которая брала интервью у президента Путина. Ну, для меня это тупая американская блондинка. Она перебивает. Она ничего не знает. И самое главное приключать свои вопросы. Но, учитывая выучку президента нашего, учитывая те ситуации, в которых он был, у него терпение безграничное. Она этого не понимает ничего. Или какие-то, например, журналисты, которые... BBC, французские, которые попадают не только к Путину, к Лукашенко. И там им не светит. Потому что лозунги кричать – это не интервью. А я помню, был такой интервьюер. Вот я не могу сказать, что я много их видел. Но этот вот, он у меня прямо застыл, как образец. Дэвид Фрост. В свое время... Но он готовился к интервью по три года. К одному? К одному три года. Очевидно, он занимался еще какими-то вещами на телевидении. Он готовил интервью с Никсоном. Когда он говорил, что я был президентом, я отдал приказ, когда это еще было незаконно. Вы не имели права этого делать. Вот это работа. Это да. Вокруг тебя есть штат референтов, которые собирают все, что ты попросил. Но анализируют это все тебе. И вот это был, конечно, Эверест. Абсолютно вот не бывает объективных людей. И он, наверное, не был объективным человеком. Но вопросы, которые он задавал, они рано или поздно, этим вы же могли у тебя огромное уважение. В России я не вижу таких. А Познер? Нет. Он для меня не глубок. И он для меня предвзят. И он позволил себе несколько раз пускать слезу неприемлемо. Неприемлемо. Тем более некоторые исторические вещи, которые он обсуждает, он не в курсе. Он просто не в курсе. И не надо быть серьезным историком. Надо просто читать серьезную историческую литературу. Ну, это извечная российская дилемма. А Фил Донахью? Фил Донахью. Это не Дэвид Фрост. Потом, я не очень хорошо, наверное, знаком с Дэвид Фил Донахью. Море обаяния. Море обаяния. Я ни разу не видел, чтобы он переигрывал. А вот это вот, понимаете, что еще? Тут меня точно никто не обманет. Когда интервьюер начинает играть лицо. Вот он на его, на лице трагедия. Вот у него на лице скрытая ирония. Ну, попей холодной водички, успокойся и иди нормальное интервью. У нас сейчас ведь в русском интернете все берут интервью. Почему? Как мне кажется, люди считают, а что там готовиться? Ты задавай вопросы, задавай вопросы. Но, если ты берешь интервью у какого-то военного, который вот только что вернулся с передовой, ну, во-первых, достаточно большая должна быть наградительная работа. Потому что профессионал никогда тебе ничего не скажет. Потому что для профессионала, будь он солдат, боец спецподразделения, он же прекрасно знает, что такое секретность, и от него зависит жизнь других людей, у этих людей в голове не навреди все время. И поэтому частенько, можно сказать, и никому не навреди. А они не говорят. Не мне их видеть, все. Мы еще этой темы обязательно коснемся. А в каком районе вы родились? Малое Бро. Квартира с видом на Патриаршей пруды. И до которого времени вы там жили? Я там жил. Сейчас скажу. По-моему, до 12 лет я там жил. Или до 13. Потом мы переехали на Тверской бульвар. Но потом переехали в Новый район Москвы. А это была коммуналка? Это была бывшая квартира моего прадеда. Мама мне сказала об этом, когда он мне исполнил 16 лет. Я говорю, ты знаешь, квартира была роскошная. Но в ней, кроме нас, было 19 человек соседей. Я просто... Сколько? 19. А квартира вся принадлежала вашему прадеду? Когда-то. Но после революции естественного уплотнения. Потому что там люди жили в подвалах. Ну, у нас жило пятеро. Папа, мама, две бабушки и я. Рядом жило трое. Потом четвертый родился и так далее. И так далее набиралось. Набиралось. И я ни в коем случае не хочу выступать в роли, знаете. Ох, как было здорово тогда. По-разному было. Одна из соседок была алкоголичкой. Но она запивала где-то там, я не помню, чистоту. Но не так часто. А на сегодняшний день заходил и пенсионизменился. А там все. Крик, о. К своему удивлению, я не испытал никаких отрицательных эмоций. Ну, хорошо. Ну, было так. Сейчас по-другому. Вот. А сейчас там, в том доме, где мы жили на Патриотских прудах, там, по-моему, в подъезд из танка выстрелить не пришли. А вы проходите мимо этого дома? Да. А у вас что-то в груди? Нет. Вы знаете, я, скорее всего, вот что исповедую. Это было. Это было. Да, конечно, я помню это какой-то период в моей жизни. Но вот так, чтобы это вызывало какой-то укол, как кольнулось это что-то внутри. Нет, я за собой такого не завершил. А кем был ваш дедушка? Ой. Дед был... Сейчас, секунду. Один дед у меня погиб в ополчении. Под Ельней. По-моему, простой учитель. Второго деда в 56-м году убили в Омске бандиты при грабеже магазинах, где он работал продавцем. А квартира была прадеда. Прадед был бухгалтером в каком-то мелком банке. Оттуда у него и была, наверное, эта квартира. Я дедов не знал. И прадеда, соответственно. Конечно, конечно. А вы уже переехали из Патриарших, с Бронной, вы сказали, на Тверской бульвар, уже в отдельную квартиру? Нет. Тоже в коммуналку? Нет, там была квартира, так как пятером жить на 27 метров квадратных было очень затруднение. Мы переехали в коммуналку. У нас было две смертные комнаты с 45 метров общей площадью. Но у нас была печь. У нас не было парового отопления. У нас была печь. А туалет вмещался на кухне. Такая кабинка фанерная была. А печь топилась... Целый дом или отдельная квартира печь топилась? Нет, по квартирному. По квартирному. То есть приходилось запасаться дровами? Да. Да, да, или углем, или дровами, так, по мере доступности. А власть участвовала в вашем переселении или частным образом вы переехали? Нет, мы частным образом, мы переехали, просто обменялись, когда переезжали с Малой Бронной на Тверской бульвар. А вот когда мы переезжали из Тверского бульвара к метро Юго-Западное, вот тут власть хотела всем быстрее. И мама, папа, и одна бабушка, они выехали сразу. И начинался ремонт той квартиры. А мы по какой-то проволочке бюрократической, в хорошем смысле, то ли заболела, то ли опомян, то ли сейчас. Короче говоря, они тянули, тянули. А потом они позвонили и сказали, подождите, а мы вам не можем дать однокомнатную, вы разнополые. Мы вам можем дать только двухкомнатную. И мы с бабушкой переехали на границу Бицепского леса. А на Юго-Западной остались? Нет, мы потом, я переехал к родителям. Одна бабушка уехала к себе, там, где они были эвакуированы, там девушка, они купили, пусть она уехала в Омск. А та квартира, она осталась пустой. И в один прекрасный день отец мне сказал, квартиру у тебя есть, вали. А как это? Я мамы готовят, мама стирает даже иногда. Он меня, он говорит, в четверг, чтобы тебя здесь не было. Отец был очень жесткий человек. И мне это, я надеюсь, пожал на пользу. Я переехал туда, это был самый счастливый день моей жизни. Но это в студенческие годы были? Да, это уже студенческие годы. Да, это уже не было студенческие годы. Оканчивали школу на Тверском бульваре? Нет, это была школа в Обспольном переулке, где на углу, как она сейчас, Качалова тогда называлась, был особняк Берии. А сейчас постольство Туниса. Вот в этом переулке была школа, которую переименовали в 20-е. Это была одна из первых английских школ в Москве. И родители меня туда отдали. А с Бронной было ближе туда идти, чем с Тверского бульвара? Не принципиально. Ближе, но... То есть вы 10 лет ходили в одну школу? Нет, я сначала ходил в школу, которая была рядом и с Тверским бульваром, и с Малой Бронной. А вот в пятый класс меня уже перевели в эту школу, которая находилась в Обспольном переулке. У вас в школе был уклон языковой? Я бы не сказал. Просто много было занятий по английскому языку, и с чем нам очень повезло, преподаватели английского были просто на загляденье. А отец с вами занимался английским? Еще как. Еще как. Еще как. И это были не самые счастливые времена в моей жизни. А есть такой музыкальный продюсер, композитор и музыкант, известный Игорь Сандер. И он говорит, что его мама его привязывала цепью к инструменту. В прямом случае это не шутка, это не аллегория. Чтобы он не убежал... Я понимаю. А у меня родители, бабушка преподавала фортепьяно в Гнесино. И родители решили, что я буду музыкантом, то есть я буду учиться играть. Не обращая никакого внимания на то, что у меня полностью отсутствует музыкальный слух. Я не говорю про голос, он тоже, собственно говоря, отсутствует. И месяц прошел, прежде чем они поняли, что действительно бессмысленно это. Ну как можно? Вот так что... А нет, а отец, он... Начиналось занятие. Домашнее задание. Домашнее задание проверялось. Чего-то не знал, иди учи. А, иди учи. Я сначала, что значит, я на улицу выйти не могу, футбол мне не поиграть, казаки-разборники не побегать. Но вот это вот, так вот отец... То есть знаменитый принцип лишения удовольствия. А вторую я очень любил читать детективную политическую литературу, но в Советском Союзе ее немного издавали. Я ее быстро перечитал. А отец сказал, а хочешь, говорит, у тебя эта литература будет, сколько ты захочешь. Я говорю, что должен для этого сделать? Он говорит, учи английский быстрее. И вот тут я преодолеваю внутреннее отвращение. Ну, в футбол-то играть гораздо интереснее, чем английский учить. Я сделал какие-то добиться успехов, прогресс. И потом я прочел Агату Кристи. Потом отец меня познакомил с Джеймсом Бондом. И вот эта история продолжается до сих пор. А были разногласия у мамы, которые с бабушкой вас хотели научить музыке, и у отца, который вас хотел научить языком? Мама же немецкий язык преподавала. Мама немецкий язык преподавала. Но немецкий я вот так и... Ну, и понятно, причина по большому счету. Я даже не знаю. Не ложился. Как-то я другие языки учил. Но вот у кого были фантастические совершенно языковые способности, это у мамы. Просто фантастика. Вот мы с отцом занимаемся. А знаете, есть такие попугачики маленькие. Волнистые. Волнистые. И вот он садится на телевизор. И ровно через полчаса он тебе выдает передачу разговорную один в один. Вот мама моя была. Но ей это не нужно было. Но способности у нее, конечно, были феноменальные совершенно. А было что-то... Вот вы сказали, что отец очень жесткий человек. А было что-то, что его могло размягчить? Он не сентиментальный? Он очень любил маму. Он очень любил меня. А насчет сентиментарности... Он командовал разведрукой на фронте. Его даже оттуда забрали, несмотря на... Он не хотел в СМЕРШ. Какое-то время он проработал в СМЕРШе. Я отправлял запрос. Ну, я ни на что не надеялся. Там две срочки. Да, работал. Да, с такого-то года. Все. Все. И, конечно, он был очень вежливым, спокойным человеком. Но если дело доходило до меня, он требователен был. Я даже иногда себе задаю вопрос, а надо было так? И отвечает, да, надо было. Это он готовил вас к поступлению, как сейчас говорят, к ЕГЭ? Нет. Он давал мне язык, как окно в мир. А когда я собрался поступать в ИНЕС, у меня долго там, технический, гуманитарный, технический, гуманитарный, когда я и гуманитарный. Отец сказал, гуманитарный есть только один. И НЕС. Потому что все остальное... Нет. Я понимаю, историческое образование. Ну, если ты хочешь быть историком, ты все это пророчешь сам. Обратись за помощью. Помогут. То же самое меня вот несколько удивляет, например, факультет журналистики. Нет. Я понимаю, если там учат на выпускающего номера. И вот человек сидит за компьютером, компонует, режет и так далее. Это я понимаю. А кто кого мог научить писать? Паустовского кто-то учил писать. Ильфа и Петрова кто-то учил писать. Нет. Пришли в газету и начали писать. И Булгак с этого начинал. А вот. И отец, он меня-то знал очень хорошо. И когда я сказал, нет, он сказал, ты на английский не пойдешь. А я английский тогда очень неплохо знал. На мои деньги, которые я заработал разными трудными подвигами во время школьных каникул. Ну, например, какие подвиги? Один, одетьте же. Работа в геофизической экспедиции чернорабочих. Вот и все. У меня там лежала какая-то сумма, ну хорошо, у меня там лежала 300 с чем-то рублей. Я не помню, сколько же тебе урок-то стоил? Полтора часа, пять, пять, три. Не помню. Но отец мне сказал, деньги у тебя есть. Значит, я тебе дам преподавать, только больше вы платите и сдашь французский. Я за год выучил французский и сдал в ИНИА. Потому что там нужно было два языка. Нет, потому что на французском мне пришлось работать. А с английским я бы сидел нога на ногу и смотрю в стол. А в каком году вы ездили в эти экспедиции? И как это выглядело? Это выглядело следующим образом. Отец готовил к сдаче аспирантского минимума по английскому языку работников НИИ геофизики. Он тогда помещался на улице Чернышевского, а сейчас Российка, по-моему. Он говорит, нет, это такое красивое-красивое здание. Ты должен таскать так называемую косу. К этой косе ты должен подключить датчики. После этого для каждого датчика ты выкапывал в ямку. И прибор должен был там стоять. Он не мог лежать. Цилиндр такой. После этого автобус, лаборатория на колесах. И вдруг тебе говорят, на конце косы, от километра стоящего, не работает, давай, суруй. Ну, на 30-градусной заре это всегда очень здорово. Вот и все. Ничего выдающегося. А какие регионы? Баскирия. Это первый раз. Потом Геническ, ну, под Геническом, это Азовское море. И Гурьев, это Октав, нынешний, с той стороны. Но это дней на 40? Где-то так. Да, да, дней на 40, да. Но и это было правильно, потому что люди знают поговорку, что деньги не растут на деревьях. Но вот где они растут, вот это мне очень хорошо объяснили. Так, а сохранить деньги, это же еще половина того, что их заработать. Я думаю больше. Ведь это делось там на жвачку, на журналы, налево-направо, кино, там, мороженое, туда-сюда. А это же девочки, ну, подожди, 300 рублей. Как говорил мой папа, когда я ему, уже у меня какие-то заработки появились, я пришел к нему, папа, дай долг. Отец всегда давал мне деньги, но у него был один пунктик. Он говорил, когда отдашь? Я начал думать. Он говорил, ты набрось себе 1, 2, 3, 4. И я говорю, 10-го. Он говорит, если 10-го не отдашь? Больше не получится? Да, совершенно верно. И вот, как машины, как швейцарские часы. И он мне задал вопрос, подожди, говорит, вот ты же только что заработал. Я тебе сам работу нашел, ты заработал. Там какая-то сумма. Я говорю, ну, пап, ну, поехали в Таллин с девочками. Ну, что папа сказал? Леня, это такая прорва, что никаких денег не хватит. А, ну, вот, когда он заставил вас год учить французский, вы ему не говорили, пап, ну, это самое. Ну, нафига второй язык, когда я знаю английский идеально? И по английскому я пройду спокойно в НЯ. А вот. Но если бы я прошел по английскому, я бы учил английский. Учил бы я его, конечно, нет. Я бы на своих запасах ехал и ехал. А так я попал в группу. Там было три французские группы, я попал в первую. Но там были люди, которые всю жизнь учили французский язык. И спешкольники, и другие спешкольники. Мне приходилось барахтца для того, чтобы выплатить. А это я-то думал, что я в институте будет вольный студенческий язык. Нифига. Я категорически ошибся. Значит, когда в четвертом семестре, первый курс два семестра, и первый семестр второго курса, второй иностранный дает. Мне дали английский. Теперь я понял, что вот и избавление от тирана пришло. Потому что если меня кто-нибудь... Я пришел в группу, предваритель меня выгнал. Он сказал, вы разлагаете группу. Ну, они вообще не в зуб ногой. А я-то уже читал даже. И я понял, что если меня кто-то из замдеканов встретит в коридоре, я ему скажу, что я освобожден. А он не будет проверять. Надежда была. И это произошло. И замдекан... Пошел проверил? Нет. У него была такая манера, он по двадцаткам всяко так пальчиком говорит. Пойдем со мной. Он перевел меня в деканат. Измел и расписание. И вместо английского я ходил на испанский. Где справедливость в этой жизни? А не мог отец его подговорить? Все. Это хорошая подсказка. Думаю, что вполне возможно так и было. А на пятом курсе меня вызвал к себе декан. К тому времени нет. Давайте пока еще вот подкопчемся на этом. Да, да. А к Марису Терезе ваш отец имел отношение? Конечно. Он там преподавал английский. А в какой должности? Еще до того, как я поступал, он несколько лет был деканом вечернего и заученного английского педагогического. Потом вот эта вся административная работа ему надоела. И он стал старшим преподавателем. На кафедре английского? Да, на кафедре английского. А вас поймал... А я учился на переводчиком. Ну, на другом факультете? Да. А вас поймал за лацкан... Замтикана переводчиков факультета. Вашего? Да. Давайте отработаем эту схему, что может быть, понимая желание вашего отца заставлять вас... Я думал, вы скажете про мое желание учиться. Подождите. Кирилл, тут дело в другом. Но ведь это для того, чтобы понять авторитарный режим, в котором вы существовали, должны пройти десятилетия, чтобы вы сказали, папа не красавчик. Да, я сегодня говорю, если вы не мои родители, я вообще не знаю, что бы я довелся. Ну, а ведь обидно было до слез. Пап, ну нафиг? Я очень рано понял, что вот эти вот все там загулы, пиво и все проще. Это быстро надоедает. Ну, что, сидеть, чтобы пиво с водкой пить. Ну, и через это надо пройти, чтобы понять, что... Ну, хорошо, мне хватило нескольких раз. А пообщаться хочется? А о чем пообщаться-то? Ни о чем. Все? Это, я говорю, не к тому, какой я и какие все остальные. Да нет, конечно. Но не хотелось читать. И поэтому, собственно говоря, я достаточно быстро понял... Вот это, наверное, мое единственное достижение понимания моих родителей, я сразу понял, что они хотят мне добра. Это не потому, что они вот так хотят, и вот они тебя через колено сломают. Нет. 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 Так что, вот, в институте гулянки не вышло. Вы хотели сказать про пятый курс. И он мне сказал, раз в несколько лет переводческий факультет заканчивает молодой человек с тремя-четырьмя языками. Я рекомендую вам изучать итальянский. Еще на пятом дипломном году я скажу декану, да и не хочу. Смешно. Ну, и начал я учить итальянский. Это четвертый. Получается, английский, французский, испанский, итальянский и итальянский. Но, значит, они у меня есть все в дипломе. И когда я закончил студию, я сдавал экзамены, они у меня, скажем так, они были рабочими. Но жизнь моя сложилась так по разным причинам, что работал я все время с английским. Редко-редко какой-то другой язык. А если ты знаешь язык, ты же ведь не можешь стоять на месте. Для того, чтобы идти вперед, надо очень быстро бегать. И через какое-то время, да, я понимаю, что говорят. Да, я с грехом пополам могу разговаривать. Да, я свободно читаю. Но чтобы сделать этот язык рабочим, мне понадобится, я думаю, три месяца интенсивнейших занятий с преподавателем. Но при вдалью со мной будет легко заниматься. Потому что, во-первых, я хочу. Меня не надо подгонять, меня не надо уговаривать. Я это все сделаю. И у меня есть база. Вот это вот всегда. Потому что, если ты один раз ничего заплавать, ну ты не разучишься никогда. А вот довести умение плавать до навыка, ну вот ходить в бассейн. Ну вот с хорошими способностями, с блестящими способностями. Я просто, это просто предположение. Вот дальше путь. Это дипломатическая работа-служба внешней разведки, ГРУ. Это одно направление. И аспирантура, и двигаться дальше по научной. А я вам сейчас скажу, значит, я распределение не получил. Единственное, мне предложили поехать в Индию переводчиком на строительство металлургического комбината на пять лет. И мы с отцом переговорили, он говорит, кроме какого-то количества денег, ну квартиру у тебя и так есть, на машину ты заработаешь. А вот ехать туда и вполне вероятно испортить себе здоровье. Ну я, например, одного знаю своего сокурсника, он испортил себе здоровье гигантским количеством Пока-Колы и Фанка. Язву заработать тебе. Ну и климат там, не самый благоприятный, собственно говоря. Я от этого отказался, и все, тебе предложили, ты отказался, ищи сам. Один из друзей отца пристроил меня в иностранный отдел комсомольской правды. То есть я приезжал туда, мне заказывали пропуск, и я сидел, у них была библиотечка своя, там, Lifetime, Newsweek, там, что ты еще, ну, не знаю. Листаешь все эти, выуживаешь какой-то более-менее интересный материал и пишешь. И, в конце концов, мне предложили остаться в этом отделе. В эмоциональном отделе комсомольской правды. Мне очень этого хотелось. Но! Я только вспомнил, что это каждый день на работу, а когда и фильм надо переводить, а я уже переводил фильм. Так, Ира, а родители мне предлагают, видите, в аспиранту, писать диссертацию историческую. Нельзя сказать, что я это очень хочу. Но вдруг я помню, что времени свободного у меня будет вагон. Если я не напишу диссертацию, мне никто и слова плохого не скажет. Ура! А родители не хотели, чтобы я был кандидатом в наук, там, и так далее. И я написал диссертацию, надели ее, обсудили, дали замечание. А значит, следующий, какой-то там, датом, защиту. Я дошел до метро и понял, что я не хочу. А диссертация уже была готова? Готова! Я приехал к родителям, и тут, я думаю, я им, как раз, седых волос добавил, когда я сказал, что нет. Мне это неинтересно. Всего, я говорю, ну, я не хочу, я как представляю себе, что мне надо идти в библиотеку и сидеть, нет. А вы, называя родителей, имеете в виду отца или мать все-таки? Нет, и отец, и мать. Вы понимаете, это была такая семья, что все считали, что отец, он прямо, все и все. Ну, я видел все. И когда у отца спрашивали, совет, еще что-то, говорит, я должен подумать до завтра. После этого гости уходили, и он решил советоваться с мамой. И мама давала ему потрясающие советы, так что я продукт, конечно, деятельности, и мамы, и папа. То есть, когда вы говорите родители, это уже взвешенное такое родившееся решение. Могли ли вы позволить себе не согласиться, и слово там родителей, слово отца, могло ли изменить ваше желание? Нет. Нет, после вот этого случая, нет. Я просто для себя решил, что решение буду принимать я. Я буду советоваться с родителями, но решение все равно принимать мне. И, ну, я надеюсь, что им был повод не говорить о том, что их сын ничего не добился. Вы хотели ехать в Индию? У вас было желание? Нет. Или отец вас переубедил? Нет. Это уже я понимал, что я хочу ездить в Индию для того, чтобы на открытой киноплощадке смотреть американские фильмы. Я их смотрел и здесь. Меньше, конечно, но смотрел. И поэтому... А, и отец привел совершенно неубиенный довод. Что за пять лет мои слезы только ослабляются. И исчезнут. У него столько слезы никогда не было. Вот. И я понял, что... Что когда вы вернетесь, вам надо будет начинать с нуля с одному, да? Опять надо устраиваться на работу. Как водится. А по поводу московского комсомольца. Нет. Я никогда... Вы в московском комсомольце работали, да? Или в комсомольской правде? Нет. Я работал в комсомольской правде. В комсомольской правде, извините. Отец хотел, чтобы вы там остались? Категорически он этого не хотел. Но когда я туда не пошел, отец решил, что я не пошел, потому что он меня уговаривал. А я не пошел туда совершенно по другой причине. Потому что надо каждый день было приходить к детям. Это была не свободная жизнь. А потом, по тем временам, надо было дежурить по номеру. А этот дом сейчас оставался. И так далее, и так далее, и так далее. А дальше уже сидеть в отделе скучно. А градация была такая. Ты ехал в страну народной демократии. После этого ты возвращался обратно. А потом ты мог поехать уже... Капиталистического. В Италии, еще куда-то, еще куда-то. Вот. Ну, это опять же такая вот карьера. Хотя я сейчас абсолютно уверен, что так получилось бы. Но. Это была другая жизнь. Слушайте, ну... Андрей, секундочку. Отец для вас готовил карьеру, хотел, чтобы вы были дипломатом. Нет. Вот он же заставлял вас выходить из зоны комфорта. Английский знаешь, французский. Потом испанский. Здесь. Залацкандекан. Но вся эта история, она была для чего? Она была для того, чтобы я, по мнению родителей, вырос нормальным человеком. И чтобы у меня в гонке на сколько-то лет, ну, были возможности держаться в лидирующей группе. Вот. Это все было только исключительно забота обо мне. Ну, и, конечно, такое прекрасное качество, как родительское число. Ну, а в профессиональном смысле, как это выражалось? Вы понимаете, когда я в свое время узнал, что такое работа в МИДе, это за столом, это было, и чиновник, и все. Как-то я не особенно... Единственное, что меня вот так иногда начинало точить изнутри, но мир хотелось посмотреть. Это, конечно, наивно. Я хочу посмотреть мир. Я не успел это сделать. Но за свои деньги уже. Какая разница? Какая разница? Я вообще предпочитаю все делать за свои деньги, чтобы мне потом никто этого... Лука в строку. Мы тебе, а ты... А вот что для вас было после двух лет работы в газете? Нет, два месяца. Ну, два месяца, извините. Вот этим парусом свободы. Вот вы... Что вы думали, это должно как выражаться? Если даже не Индия. Хотя, в общем-то, там есть регионы, где очень неплохой климат. Это глушь. Это не символа. Вот что для вас был символ свободы? Символ свободы? Я вам могу сказать, что для меня было символом свободы. Я живу. Я занимаюсь тем, что мне нравится. И меня никто не трогает. Со всеми этими собраниями. Потому что, говорят, сегодня в общем собрании. У меня свидание. Которое я давно ждал. Это... Ну, собрание. Я понимаю, что будет на этом собрании. Вот. По Борщову. Да по кому угодно. И даже, может быть, и не по Борщову это будет. Не по Афоне. А это просто будет там, например, доклад кого-то, а последним съедет. Ну, что мне докладывают. Пожалуйста, не сесть. Газеты. Газеты выходят. Там все это приводится. Вот. Вот это была для меня свобода. Что я делал, что я хотел. И если я, например, уезжал в Крым за свои деньги, мне было наплевать, когда я вернусь. Третьего сентября. Пока погода хорошая будет. Вот. И я вам хочу сказать, что... Вот это, наверное, повод для... Ну, я не знаю. Вряд ли это можно назвать. Хмостовцов. Бахвальба. Я был самостоятель. Я свою жизнь не решал сам. Не могу сказать, что это были какие-то выдающиеся конструктивные решения. Но если я чего-то добился, моя заслуга и людей, которые мне помогли, а если я чего-то не добился, значит, я неправильно посчитал. Но ведь это был очень опасный путь, потому что все-таки вот советский человек должен ходить на работу, должен там каждый день к 9, к 10, кому повезет. А вот, ну, писатель, в Союз Писателей, пожалуйста, там тогда тебя прикроют... Это было недостижимо. Это было недостижимо в Союз Писателей. А кто вас прикрывал тогда? Меня никто не прикрывал. У меня был мой лучший друг, писатель Эдик Хруцкий. И вот Эдик... Мы с ближайшими друзьями были много лет, и он мне сказал, Леня, вам надо где-то числиться. Я говорю, подождите, Эдик, где? Он говорит, а есть такой правковый литератор? Я говорю, что это такое? Он говорит, это в передфонде. Если ты приносишь справки, и у тебя в месяц набегает 70 статистическая зарплата какая-то... Ну, не знаю, 120, нет, 120, там, 140. Я точно не помню. Вы будете членом правкового литератора. Это достойное занятие. Он называл. Уже спина прикрыта. Я могу сказать, что кто-то этим особо... Вообще никто не интересовался, но я там увидел живого Судоплатова, Павла Анатольевича. Я там увидел совершенно легендарных людей, которых я только слышал. И выяснилось, что я говорю, а перевод фильмов... Он говорит, ну, это у нас никогда не было. Я говорю, так самое время начать, наверное. Он говорит, а почему бы и нет? Все. И медик подарился наше старое удостоверение. Оно было такое богатое. Софьяновое. Вот такое? Темно-решневое, да. И я там... Он... Новый вкладыш сюда вклеили, мою фотографию туда. Вот. И в этом отношении... Вы понимаете? Вот есть очень распространенное мнение, что советская власть, она всех пресвятовала, так далее, если ты не давал повода. Если бы я нигде не работал, но каждый день бы устраивал драки у себя в доме, ну, я все припомнил, конечно. И то, почему... Милиция... Ну, дай это выезжать на все эти драки, еще там тебе перепадет, не дай бог. И когда нормальный парень ведет себя тихо, не орет, дебоша не устраивает, числятся очень хорошо. Вот. Естественно, если некоторые люди бросали вызов советской власти, ну, то есть уже надо было рассчитывать последствия. Ну, ну, можно бы же было, вот, например, в хоральной синагоге по субботам, а в советское время собиралась еврейская тусовка. Кто-то там с кем-то знакомился, кто-то там что-то обсуждал, кто-то там что-то продавал, перепродавал, ну, такой, фейсбук онлайн, ну, в хорошем смысле. Вот. Можно было там засветиться, тебя сфоткали раз и записали в отказники. Ну, то есть это дело случая было, можно было из одной категории категории рас и перейти нечаянно в другую. Все эти несколько раз, что я ходил на, как свидетель в КГБ, я могу только одно сказать, максимально корректно. Никаких угроз, ничего. Но я потом понял, что они просто выясняли, они по рону своей деятельности, это был 80-й год, они предположили, что это масштабная злобийская диверсия. Как только они выяснили, что это... Что никакой опасности нет? Это обычный заработок не очень маленьких денег. Они махнули на эту руку и оставили только маленький каналчик, чтобы им новые кассеты поступали. Ну, правильно? А этим начала заниматься милиция. мы в конце 80-х приезжали к своему дяде и тете, они жили в Крылатском, смотреть видак. И у них был панельный дом P3M, по-моему, серии такой. И там было модно в стояк воздухозаборник обрезать на кухне и ставить в холодильник. И у них на холодильнике стоял видак сверху. Это угрожающе. Вообще... Что делали милиции? Что делали милиции? Сверху рубали. Они забирались на крышу и сверху снимали вот этот кожух у воздуховода и кидали лом. Сверху и лом летел и пробивал вот этот вот гипсокартон или что и врезался там в несколько... Я не слышал меня. Потом они... Вот это было при нас. Потом они шли по стояку, звонили в квартиры и смотрели у кого пробил... Лом. Да. Лом и это была борьба с видеомагнитофонами, с засилием иностранной вот этой вот капиталистической идеологии. Вы понимаете... Ну что я могу сказать? Это была негодная попытка запретить то, что надо было использовать. Я не понимаю вот когда... Хрущев это не великого ума человек с моей точки зрения. Совсем наоборот. Ну зачем он набросился на великолепное семерку. Я же помню. Великолепный фильм, который воспитывает в человеке доброту, желание помочь. А ему нибудь что-нибудь? Шляпы не понравились, как буйские. Это надо было использовать. А они решили запретить. Я понимаю, запретить всегда легче. Запретить всегда легче. были города не Москва, где кривозный отец был признан порнографией. Представляете? Но с другой стороны вот, например, человек, которого я переводил, его задержали в его подъезду, у него был с собой, у него была сумка, в которой лежали 60 видеокассет. И на всех кассетах был один и тот же фильм. Эмманюэль. Тут даже не надо было докапываться от того, что это порнография. Это спекуляция. Это чистой воды спекуляция. Тем более, что, как выяснилось, это к нему не вчера узнали, а сегодня пришли и уже срабатывали его и так далее, и так далее. Вот. Я не могу сказать, при сальской власти все было зефирно-белым и все было прекрасно. Нет, я вспоминаю последние годы, вот восьмидесятые. Это был ад. Это действительно был настоящий ад. А в чем это выражалось? Ну, как? Ну, везде кто-то хотел себя урубать. Этого нет, того нет. Ты вызываешь сантехника, он приходит к вечеру, так, нетвердо на землю ступает. И он уже заранее говорит, а дай мне. Это было разложение системы. И с этим абсолютно ничего нельзя было поделать, потому что, как я всегда говорю, после смерти Сталина началась деградация. Она шла разными темпами. Сначала она шла не очень быстро, потому что остались люди высшей категории, ну, например, там, министр среднего машиностроения Ефим Славский. Ну, это человек, который создал атомную бомбу. Это с ним работали и Харитон, и Курчатов, и все остальные. У него где-то в середине 80-х, по-моему, 88 лет, у него всегда висел в приемный портрет Берии. И при Хрусиове, и не при Хрусиове, ему плевать было на технику, такого масла, это был человек. А потом систему она катилась к туклу. И попытки что-то изменить, они ничего хорошего не принесли. Мы даже и усугубились в том после двух месяцев работы и до профсоюза у вас была работа? Конечно. А чем вы занимались? Я переводил фильмы, я переводил фильмы где ни попадя, по большей части на Мосфильме генерального директора тогдашнего, это Николай Трофимов Сизов, я считаю это рассвет Мосфильма, это лучшие картины, которые тогда были созданы во многом благодаря ему, и я начал художественную литературу переводить. Начал переводить, и вдруг мне это понравилось. А как это выглядело? Где вы брали заказы? Это было следующим образом все. Поначалу, если бы я пришел к издательству, а их было раз-два. Ты кто? Ты кто, мальчик? И сначала я сам разыскивал в самых разных источниках я разыскивал маленькие рассказики для газет, для еженедельников. Когда у меня их набралось штук тридцать, я решил, что сейчас самое время большую книгу. я большую книгу перевел. Ее опубликовали. Только лет через пятнадцать. Все так. Пятнадцать лет? Ну, одну книгу у меня просто украли. Перевод украли просто. Я оставил в издательстве, а они говорят, да вот, вы понимаете, мы читаем, мы еще не прочли, мы. А потом вдруг она у них вышла, о чем меня же никто не обманет, я понимаю, что это перевод. Ну, то есть нет правил игры никаких, подумаешь. Вот. А потом я пробился. Без всякой связи. Если есть связи, то все равно будет задан вопрос, а он умеет переводить? Да. Пусть приносит. У него есть рассказы. Рассказы нет. Нас не интересуют большие произведения должно быть. А я к тому времени перевел в стол уже четыре книги. А какие? Ох, сейчас. Джеймс Грейди был такой фильм, он назывался «С шесть дней Кондора» с Робертом Редфортом и Фейдануэй. А книга называлась «Три дня Кондора». Вот ее у меня украли. Потом я перевел «Кулак» Джоэстер Хэз. Это про становление профсоюзов США. Я перевел девятая директива Эдама Холла. Это тоже напечатали. И я еще перевел «Загадочное убийство разочарованного англичанин». Хороший политический детектив. А потом, как всегда, когда в жизни все хорошо, являйся дилемма. ты не можешь одновременно переводить фильмы и книги. А у меня еще в то время... Потому что это разная... Это литература, это кинематограф. Время. Время. А, и плюс к этому я еще занимался синхронным переводом. А тут выясняется, вот меня пригласили на синхронный перевод. И тут мне звонит помощница Николая СИЗО, говорит, сегодня генеральный смотрит. А он смотрел все время. Тебе к семи. А у меня в семь там на синхронном переводе пленарное заседание. Не получается. И вот тогда... И как вы из этой ситуации выкрутили? Я выбрал его видео. Потому что это были деньги сразу. И это было по чистоте гораздо чаще нежели синхронный перевод. А что вы сказали? У них же уже планы были на вас. Они нашли переводчика? Я всегда мог отказаться. Всегда. Но невозможно отказываться звонить им утром. Ты вечером должен перейти, ты звонишь, я не могу. Ты можешь. Но вместо меня переведет Петя. Они говорят, а, Петю знаю, Петю да, Конечно, конечно. Никаких проблем. Ты гарантируешь, что он приедет? Я говорю, ну да, никогда. Он никогда не подходит. Да, 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 да. А вот когда пришлось выбирать или кино, или синхронный перевод? Ну, я очень любил уже к тому времени кино, потому что я смотрел его много. А вот уже синхронный перевод, это, конечно, профессия, это вызов тебе бросает, но кино там еще интересно. было такое, вот Брежнев садится, например, смотреть какую-то картину, ему переводят, я понял, это онлайн. Значит, в те времена при комитете кинематографии, госкино это тогда называлось, существовал некий, ну, скажем так, образование, которое называлось очень оригинально, особый отдел. Этот особый отдел, он совершенно не был никаким особым. Фильмы привозили из госфильмфонда в белых столбах. Там была система заказов, предлагали, привозили, и потом этот фильм отправлялся на точку. Точка могла быть самой разной. Например, за выдающиеся заслуги генеральная прокуратура племировалась просмотром для всех сотрудников. И, продолжим, они смотрели «Крестного отца». «Крестного отца». Но лучше был «Мосфильмфонда». Там было все время. Был поток. Вот. И вот в этом вот в особом отделе были переводчики. Потому что, например, захотел посмотреть «Писать госкино» вот этого. Ну, что-нибудь искать переводчик по Москве? Нет, в штате были переводчики. Прямо в штате «Мосфильма»? Нет! В штате особого отдела. «При госкино». «При госкино», конечно. Вот. И они же переводили, если только им не надо было разрываться, надовое. Потому что, например, в один прекрасный день приезжает что-то смотреть. Один начальник отдела ЦК, а за подделом культуры ЦК товарищ Шаура, «Он хочет смотреть заводной апельсин». И я ему переводил заводной апельсин, потому что я к тому времени уже у меня была какая-то репутация, и вот эти ребята из особого отдела когда такая возможность выпадала, они говорили, ну, Ландарскому позовите, ничего, что-то. И вот так это и действовало. А как это выглядело? Как это выглядело? Приезжал товарищ из зав культурного отдела. Он приезжал в семье, в моем случае, он приезжал с семьей. А где вы находились в это время? В Госкино, в просмотровом зале Госкино, такой небольшой, очень уютный зал. А вы сидели рядом или микрофон? Я сидел у последнего ряда. Там был такой столик, там были наушники, микрофон, усилитель. Вот, и а там с этим было начало предположим шесть, а тогда этот фильм там гремел, правда, никто не видел, но он гремел. Я пригласил родителей, я спросил разрешение одного человека, я не знаю, это мог провести в ЦК, нельзя было, все, один человек, и все. А вообще одного мог, а вот двоих, я попросил, мне говорят, да давай. и без детей шесть пригласил товарищ Шауру вместе со своей семьей. А я не знал, конечно, это Шауру. И говорит, давайте начинать. Я говорю, как это начинать, моих родителей нет. Какой-то местный начальник, он начал истерить, но что, Шауру не столутся. Вот, и пришли родители, я им показал. А они звук получали из колонок? Нет, из моего перевода. То есть тут надо было найти соотношение уровня звука на экране и моего голоса, силу моего голоса. Так, чтобы люди слышали текст с экрана, но одновременно мой перевод, там не было бы никаких завязок и так далее. Слушайте, но я всегда думал, что самый публичный жанр, самый тяжелый, это комментарии спортивного матча, но то, что делали вы, это же еще многократно сложнее. Это и ответственность перед одним человеком, но зато каким. и ведь, ну, ну, вы знаете, вот, например, у нас переводят, недавно я фильм смотрю, ругаются, как Бейбрут, Бейбрут, легендарный американский бейсболист, матерщинник и так далее. Зачем ты это переводишь? Кто знает, кто такой Бейбрут? Низкий уровень профессиональный. Этого вообще не надо переводить, надо сказать, он ругается, как последний матерщинник. Все! Тем более, что он и сам не знает, такой Бейбрут. Или, например, ну, как, когда, у нас переводят воздушный маршал, ну, совсем с ума сошли. Это приставы. Это вот у нас есть некая федеральная служба приставов, а у них приставы, в их обязанности входят это, это, и это, и это. Они переводят маршал. Ну, для российского потребителя, когда он слышит слово маршал, куча орденов, или, они говорят, морские котики. У русскоговорящего какие ассоциации при слове котик? животного животного Это вот эта вот сволочь, которая тебя в грош не ставит, все свои знаки, они, он подает тебе хвостом, ну, иногда укусить может, когда совсем он рад чему-то. морские котики, ну, нет, какой-то глубокомышленный эксперт написал, после, меня брали интервью, педагогики, как преподавать язык, он говорит, нет, это тюлень. Какие ассоциации возникают у русскоговорящих, они говорят, тюлень, ни черта не делают, лежит на пузе, и все. Значит, это просто спецназ ВМС США. Но они даже не знают того, что ВМС это не в России военно-морские силы, в России военно-морской флот. И я, конечно, ушел в сторону, но я хочу сказать, что очень многие люди, они просто считают, что если они кое-как знают английский и совсем не знают русского, а что переводить? А это большая штука. А у вас была... Секунду, секунду. А вы с отцом потом обсуждали этот фильм? Отец не был переводчиком. Вот в том-то и дело, он мне это сразу объяснил, говорит, люди, я педагог. Но педагог он был. Ну, я там какую-то репутацию заработал, педагог, хорошую репутацию. Отцу прислали аспиранта, геофизика. Он был из Казахстана. И его работа не требовала от него хорошего знания русского языка. Он узнал кое-как. Английский. Отец его таскал за полгода он взял мне не на кандидат вот это класс. Вот это класс. Вы этот фильм с отцом потом обсуждали? Нет. Отец, у него были всегда трудности. Ну, есть склонность к переводу, а у него не было склонности. Ему это не особо нравилось. А он сам переводил вот тот фильм, который или слушал ваш перевод? Он слушал мой перевод. Скажите, скажите, пожалуйста, а у вас был этап, когда вы переводя фильмы начинали играть? Конечно. В этом фильме. Я не считаю, что это правильно, но я не могу с ним с ним я ловлю себя на том, что я начинаю там за всех играть. Можно я задам вам вопрос? Пожалуйста. Я тут вспомнил, тряхнул стариной, вспомнил персонажей, которые были тогда мегапопулярны. Я их перечислю, а потом задам вопрос. Михалев, Горчаков, Марченко, Гаврилов, Санаев, Петр Карцев, Знаю про него. Сербин или Сербин? Вот, по-моему, он учился у отца моего, но его лично мы не знакомы. Визгунов? Нет. Жилов? Я про него знаю, лично мы не знакомы. Кто из них красавчики? Вы знаете, мне тяжело это говорить, только по одному простому. Я смотрю кино только в оригинале. или когда я перевожу. А смотреть и оценивать, ну, Лёша Михалёв был переводчиком высочайшего класса. Он переводил прозу, причём прозу сложную, нет, они какие-нибудь там эти, я не знаю, как его там эти, Джек Ричард, не, классика была. Андрей Гаврилов, высокообразованный человек. Их я знаю, Ваську Горчукову я знаю. Когда вас вы вышли на этот Олимп, Олимп озвучания, эти же люди были тоже тогда с вами в этом бизнесе? Да. Вы общались друг с другом? Вы ревновали друг с другом? Я не знаю, но у меня такое впечатление, что не Андрей Гаврилов, не Лёша Михалёв, не Васька Горчуков. Но у вас же была аудитория, покупали фильмы, у каждого своя аудитория, покупали фильмы именно с вашим переводом, у каждого была, как вы к этому относитесь? Я до сих пор, мне говорят, что мы читаем, люди пишут, он столько фильмов своим голосом испортил, идиот, я не в Большом театре пою, вот если бы я пел в Большом театре, вот тогда я прием все претензии к моему голосу. Тебе не нравится мой голос? Слушай, Михалёва. Слушай, Михалёва, ещё кого-то. А вот это потрясение, ты постарись как-нибудь так самостоятельно преодолеть. Ну, надо себя выразить, себя. Я не хочу, чтобы Владарский учил моего сына, а может, я сам не хочу. А у вас были мысли о коллаборации? Нет. С кем-то вместе озвучились фильмы, роли распределять? Нет, или не то? Это не то, это было не то. Это было не то. По крайней мере, такая идея никогда никем не высказывалась, не обсуждалась. Но у вас была конкуренция? Нет. В хорошем смысле? В те времена, в те времена, в те времена, каждый переводил у своего нанимателя. И, если меня приглашали где-то перевести, я у своего нанимателя всегда спрашивал, я говорю, ты не можешь возражать? Если я там перевожу, а какой фильм? Я говорю, такой там, переводи обязательно. Вот, у них была определенная конкуренция, но она выражалась чисто финансово. Если ты фильм первый перевел и первый выкинул на рынок, ты больше денег заработаешь. Потому что, если ты продал всю пятницу, ну, кто же этот курс в отраске сомн? Вот, мое мнение, что вы сделали, вы подняли это достаточно скучно. Ну, с точки зрения обывателя профессию. не публично, совершенно на другой уровень, вы сделали, вы сделали профессию переводчика звездной и... Вы переводчика и озвучку. да, да. Вы понимаете, кто это? Да, который... Я бы с большим удовольствием, честно вам скажу, сейчас у меня есть несколько книг, которые бы я с удовольствием перевел. Некоторые из них были переведены самым омерзительным образом. Я бы их перевел, но я не буду это делать за те гроши, которые сегодня вкладят. Нет. Для меня, я считаю, я не хочу никаких там заоблачных гонораров там и так далее, и так далее, но это должны быть пристойные деньги. Но оказывается, и так читают. И так книги покупают заоблачным ценам. Я не говорю о том, что нет хороших переводчиков. Наверняка есть. Но достаточно часто я в книжном магазине открываю переводную книгу на любой странице. И вот я вижу например, солнце взошло на рассвете. Твою мать, когда оно еще всходит или он упал вниз. Я никогда не видел его падать вверх. Я бы с удовольствием смотрел, но не видел этого. Но люди едят. Институты редактора практически везде отсутствуют. Мне как-то дали какую-то книгу, я первую страницу посмотрел, тут не редактура, тут новый перевод наш. Я понимаю, что вы совершенно не тщеславный человек, но это понятно. Но тем не менее, а когда и как вы поняли, что ваш голос самый узнаваемый на одной шестой части всей планеты Земля? Даже не так. Ты помнишь фильм «Берегись автомобиля»? Он озвучивал голос священника, который покупал Волгу. вот как прибал озвучивал голос известный актер советский. Он скрунул, я просто не могу вспомнить, когда надо было озвучить каких-то дипломатов или разведчиков. Петюня из места встречи изменить нельзя. Нет, 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 Он как же его Дукинайтис вот это мистический голос и вы. Нет, подожди, ты сейчас немножко вопрос отвел в сторону. Когда вы это начали понимать и в какой момент? Я сейчас даже подтолкну вас. Все вот эти парни, которые я перечислил, они гении, у них совершенно клевое озвучание, но они отдельно все. Они примерно одинаково похожи. Вот я даже вспоминал голос каждого из них. Но они у них отдельно, да. У меня нос сломан в двух местах. Отсюда и вот этот выбор. И мой голос был прежде всего узнаваем. Я никогда себя не поставлю выше, да и ниже. Не поставлю вот тех переводчиков, которых вы перечислили. А было это, наверное, когда я понял, а, я жил себе, жил, жил не тужил. Родители ко мне приезжали в гости кино смотреть, но родители у меня только отобраны. На биться? биться? Да, да, да. Они у меня смотрели там, вот я отбирал для них фильмы. А потом, ну, кассеты я давал друзьям, смотрел, а потом я поехал отдыхать, совсем вымытался, поехал отдыхать в ямпу. И вот на пляже я стою и с кем только что познакомлюсь, я разговариваю с человеком, и вдруг по мне подходит это не вы видео переводите. Я же не знал, чем мне ответить. А потом говорят, ну да, я они пришли в восторг, они требовали, чтобы мы сфотографировали этот месяц, а я никак не мог понять, из-за чего этот шум, ну перевозу, ну ладно. И таких людей была целая страна, Советский Союз, больше 300 миллионов человек. Конечно, и гораздо разумнее с моей точки было впустить 80% до открытых по закону. Ну какая-нибудь там комедия безобидная, да пусть люди смотрят. Что у них там у богатых людей особняки побольше, как-нибудь не рухнет ничего. а вот был запрет. И вот кому это нужно было? Я не знаю, я не знаю. А когда и как вы поняли, что вам нужно показаться, что нужно открыть зрителям лицо человека, кого они не знаю, это когда перестройка началась. Честно, у меня телефон разрывался. домашним. Да, сотов тогда не было. И, по-моему, большое первое интервью я дал Юлию Гусевну на первом канале. по-моему. Вот и все. А потом уже... А вас пригласили после этого интервью вести передачу? Нее! Что вы! Нет, я на телевидении вот... Я все думал, как бы на телевидении, как бы на телевидении, как бы на телевидении. Попал на один сезон, но я не хочу. Мне не хочется. Это на НТВ? Нее! Канал Ностальгия. Ну и каждый раз мы о чем-то там из советского периода вспоминали. А в конце концов я сказал, ну хватит ностальгии. давайте что-нибудь интересное сделаем. И как выяснилось, мое мнение абсолютно никого не интересует. Все. Сезон закончился и меня... Подождите, а было же НТВ, культура. На НТВ я занимался... Россия-1. Россия-1. Я занимался там только на НТВ я... Вот переводчиком. Я отвечал за все эти переводы. Ну это громко наверное сказано. Вот. На Россию-1. Ну я мог прийти как-то в качестве гостя. Но ни в коем случае никак... Как это называется? Руководитель программы? Ну нет, конечно. Конечно. Хотя у меня были кое-какие предложения. Они были отвергнуты. но к тому времени я уже это попробовал. Меня это абсолютно не... Ну да, да, нет, нет. Подумкаешься. Потом я не очень хорошо понимаю. Вот для меня, например, для меня, например, телеведущий это Петр Капица, которого я, будучи полным гуманитарием, смотрел, открыл рот. Но он еще великий популяризатор. Он тебе объяснял на различные вещи доступно на очень хорошем русском языке. А когда я включаю здесь один пропагандист, тут другой пропагандист, тут третий... Я, конечно, пропаганда это неотъемлемая часть и так далее, и так далее. Но пожалеете меня. А Дроздов? Я веду политику. А Дроздов, конечно. А Сенкевич? Это совсем уже. Вот, кстати говоря, помощница Николая Ивановича Сизова была тещей Сенкевича. Была тещей Сенкевичей. Тогда я познакомился с ним, с Ксюшей, с женой. Да. Так что я не... вот телевидение, вот я понимаю, там, люди отсняли, там, вот, для меня это очень высокий класс, есть такой французский сериал «Налет». Брако. Серьезно. Это серьезно, абсолютно. Я бы детям и женщинам не шибко рекомендовал это смотреть. но вот это вот правда жизнь. Скорее всего, я не знаю, а когда или ликвидация Сергея Урсулька. Когда я смотрю ликвидацию Сергея Урсулька, мне без разницы, сколько я что-то выстрелил из пистолета. Мы же 83, сразу не перезаряжаем. Но все остальное становится потрясающе. А вот когда ты делаешь дрянь, и ты знаешь, что это делаешь дрянь, и еще у тебя пистолет стреляет 83 раза, ну тогда извини, пожалуйста, на пол. За завтра завтра поговорим. Да, да. Эта фраза. Да, да. За завтра завтра поговорим. там великолепный Маковецкий. А отчего они там все великолепны? От того, что Сергей Урсуляк это ее режиссер старой школы. Мы знакомы лично с ним. он может найти вот этот кончик ниточки, он за него потянет и актер ему выдаст абсолютно все. А большинственных актеров он здесь себя играет, и там себя играет, и завтра будет себя играть. И два года назад себя играет. С телевидением не очень у вас сложилось, да? Вы знаете, можно так сказать, но я иногда беру гипотетическую ситуацию. Мне сегодня вечером позвонят ажник с трех федеральных каналов. А я не понимаю, что они мне могут предложить из того, что меня привело в состояние творческого, ну не творческого, в состоянии экстаза, там, с полпять часа. А я даже не понимаю, что. Я бы, вот единственное и то, это вот где-нибудь полчасика, грязные полчаса с рекламой, новые фильмы, новые книги, или классические фильмы, классические книги. Все. Телепередача. Буквально полчасика. Потому что говорить, например, вот говорить о чем-то с писателем, ну о чем. Я еще иногда себя в поту в холодном просыпаюсь, я беру интервью с он такого щедрина. Да он мною стол вытрел, вытер бы. А кому тебе? Депутатов? Он тебе что-нибудь скажет? Кажется, Если он в своем уме, он тебе ничего сказать. со спортсменом, разные спортсмены, но я бы спортсмену задал такой вопрос. Хотя, знаешь, он ответит, а вот как там люди по 10 тысяч пенсии получают, а ты играешь, как посредник, а получаешь миллион евро. Нашимская система такая. Я все время слышал от бандитов. Это не вы такие, это жизнь такая. я считаю интервью, вот интервью, вот взять интервью у Григория Скалова, у пианиста, ой, к этому сколько надо готовиться. Прежде всего, интервью должно быть ему интересно. Мне все нравится, как плетнев дает интервью. Он сразу понимает, что человек просто пришел к нему интервью брать. ему неважно, он вопрос не готовит. Ну, иногда он не выдерживает, устраивает выволочку. Это было бы интересно. Обратно интервью у актера. О чем он мне расскажет? Это были тяжелые съемки, я пал в болото, я оттуда вытаскиваю. Кого это интересно? Так что нет, люди, у которых, если ты берешь интервью политика, это моя цель, посадить его в лужу. Это обязательство. Или, или, если ты берешь интервью действительно какого-то очень значимого политика, надо каким-то образом привести его к осознанию, а вот это я могу рассказать. Остальное, конечно, ему нельзя рассказывать, и никому нельзя рассказывать, а вот это можно сказать, это уже победа. Я так считаю. И все, я не вижу себя на телевидении. Это не означает, что телевидение плохое, Алене хорошая. Нет, это вот так все случилось. А какое ваше первое радио было? Серебряная зоя? Они. Да, нет, серебряная зоя, но я на серебряной зоя трудился лет семь, по-моему. Но это в рассвет, да? Да, это было, конечно, наверное, максимально комфортно я там чувствовал себя. Но там же был главный редактор. Дима Савицкий. А зам главного редактора был... Сендеева. Коммерческий директор был А еще пришел Михаил Козырев. Ну, нет. пока мы с ним вообще... Пока он... Просто работали вместе. Он никаким там не редактором не был. Он не был начальником. Был одним из ведущих. Набутов там сын... Виктор Набутов, сын Кирилла. Кирилла. Да-да-да-да-да-да-да-да. Вот это, кстати говоря, для меня тоже большая загадка. Кто из них отец, то... Нет. Нет-нет-нет-нет. Я так глубоко не могу заходить. Нет. Я имею вот что в виду. Традиции российского спортивного репортажа. Когда какой-то мальчик говорит, у Месси не хватило дыхания. Ты, недоросль, ты когда-нибудь играл хотя бы не на высшем уровне, а на уровне дублера. Нет. Откуда ты знаешь, как у Месси могло не хватить дыхания? И вот такой один нахватанный наглый с какими-то отрывченными знаниями. Для меня идеальный репортаж. Это вот я обожаю НБ. Вы же какое-то время комментировали с Гомельским НБА на НТВ плюс, да, по-моему? Да. Да, было такое. И вот это меня приводит в ступор. Ребята, вы отключаете, это ваша политика, это ваше дело. Но деньги-то я вам отдал, а вы мне ничего вообще ни ответ, ни привета. Там вот там система репортажа на ключевые матчи. Сидит обычный известнейший тренер, и сидят две звезды. Прошлые, конечно. А с ними комментатор. Комментатор говорит так, мяч у этого он передает тому, тот готовится к броску, нет, делает передачу, этот бросает. Поворачивается к троим экспертов, говорит, прокомментируйте. Он понимает, не ему в такой компании куда-то лезть. они-то знают, почему он не бросил? Потому что он переболел, потому что жена родила ребенок маленький, не выспался. То есть они знают такие детали, которые не знает никто. никто, например, это я сам слышал, выгодит, посмотрите на его ноги. Я смотрю на его ноги, он начинает объяснять, и тут я понимаю, о, вот ты разбираешься. если мы с тобой будем разговаривать о баскетболе, то я буду задавать вопросы, а ты мне будешь рассказывать. А у нас вот это футбольный комментатор. Ну, что же я все грузом да грузом. А вы с Гусинским были знакомы? Шапочным. Только с Шапочным. А с Березовским? Я его видел пару раз, и как-то мы с ним шли вместе к машине, мы перекинулись какими-то незначащими абсолютно фразами. Нет, я этих людей не знал. А как вас познакомили с Даренко? Меня выгнали с Серебряного Дождя, мы разошлись по политическим взглядам, в миральных претензий, и я начал вспоминать, какие есть разговорные радиостанции русских судов новостей. Мне дали телефон главной помощнице Даренко. Я ей позвонил, представился, она говорит, мы вас берем. Она сказала или Даренко по телефону? Она мне сказала, мы вас берем, сейчас, говорит, одну минуту, Сергей вошел, зажал очевидно микрофон, и она говорит, да, переезжайте завтра в такое-то время, и мы с вами переговорим. Ну, это уровень. Это уровень. Это уровень. Я не скрою. Это был пример. Нет, это ваш уровень, когда первый звонок, и сразу вас приглашают на работу. но Даренко, надо сказать, любил, это не про вас речь, брать какого-то знаменитого человека, говорить, у меня нет денег, и он работал там, у него, может быть, был бизнес, или он был там чиновником, условно, и он работал у него на радиостанции, не получая денег. я помню несколько таких человек, ну, и что, у человека, может быть, какие-то в хорошем смысле слова, не сбывшиеся амбиции, он хочет себя попробовать, очень здорово, нет, он мне платил, может быть, не столько, сколько я хотел, но сколько я хотел, мне ни разу за день не платили. А можно по деталям, вы приехали на следующий день разговорить, говорить по поводу денег и по поводу эфиров, по каким дням, а сколько он вам дал часов, по каким дням? Это я вспоминаю, боюсь показаться неоригинальным, как кошмарный сон, в субботу и воскресенье у меня были два прямых эфира с трех, и заканчивались они все четыре часа я был в эфире. Иногда у меня, ко мне приходили гости, иногда даже двое гостей, час, час, но когда я один раз пригласил четырех гостей, мне Даренко сказал, он говорит, он говорит, давай-ка от себя, давай от себя. Вот, фигура, скажем так, конечно, весьма-весьма спорная, но организатор, вот именно организатор радиостанции, да, тут я признаю, его заслужили. А вы сидели на Октябрьском поле? Да, да, мы сидели на Октябрьском поле, а потом уже он меня второй раз пригласил, уже, наговорит Москва, да, мы сначала сидели. Уже на Новокузнецкую, да, пригласил? Нет, он меня пригласил, мы встречались там же, на Октябрьском поле где-то, а потом переехали уже на Новокузнецкую. А, так, это же накрываются все дни рождения, все праздники, вас никто не может пригласить в ресторан, в субботу, даже в пятницу, потому что в субботу эфир, надо быть, это же сломанная жизнь, получается. на такой же случай не сломанная, я не очень люблю спиртно. Нет, ну, могу так два раза в годик, так, за хорошим столом, в хорошей компании, могу, но мне завтра никуда не идти, а потом все-таки надо же понимать, что возраст, тебе нужно больше времени, чтобы на сегодняшний день прийти в себя, и я свою норму прекрасно знаю, вот, и хватит, и хватит. Вопрос снимается. А так я могу приехать после семьи? Значит ли это, что эфир вам таким образом сохранил здоровье? Режим. Режим. Я вообще всегда старался жить по режиму, и мне было, я 25 лет бегал, где 12-15 километров каждый день, в таком невлагом темпе, потом я 9 лет плавал, а потом выяснилось, что я себя перекормил. И вот, знаете, надо бы собраться куда-то, и вот мысль о том, как ты в раздевалке на кафельном полу снимаешь с себя штаны и надеваешь плавки, и от этой мысли тебя трос пробирает. Ничего бесследно в этой жизни не проходит. И если я сейчас занимаюсь какой-то физкультурой, то это, конечно, очень щадящий режим, и как только мне хочется совершить какой-нибудь спортивный подвиг, я мгновенно себе говорю, сядь на диван, откинься, а лучше надо лечь. И все пройдет. А родители никогда не думали переехать куда-нибудь в теплую страну, в Израиль, не знаю, в Испанию, к морю? Понимаете, в 91-м году умерла мама, а для отца это был весь его мир. Весь его мир. Но он остался один, промучился четыре года. Действительно, промучился четыре года. Он съездил к сестре с вами в Израиль, но когда он вернулся, он ни разу не завел разговор о том, что он бы хотел уехать и так далее, и так далее. Нет, я... Да нет, у него вся жизнь эта мама была. Все суть. Они хотели мир посмотреть, но в тот момент, когда я мог им в этом помочь, их уже не было. Жизнь несправедлива. все что-то делал. Да. Если бы не было радио, чем бы вы занимались? И могло бы быть так, что в вашей жизни нет радио? Запросто. я бы, наверное, искал какие-то другие возносы преподавать. Но только перевод. Я не собираюсь никого учить. Но ведь радио вашей программы это тоже преподавание. Вы учите людей, вы изменяете мир к лучшему, вы открываете людям глаза на то, что они не видели и без вас бы даже и не поняли, и не узнали. Вот я пришел к этой мысли, что если бы я сегодня начал рассказывать про какие-то текущие политические события, ну, есть люди, которые могут сделать гораздо лучше. Не вот этого политологически, медиаэкспертно, бьютиэкспертно сообщества. Нет. Я их не беру во внимание. Но есть люди, которые всю жизнь работали в каком-то регионе нелегально, участвовали в спецоперации. Конечно, они видят такое, куда мне в голову не придет заглянуть. И я никогда не стану таким, как они. их хлеб. Это не мой хлеб. И поэтому я и пришел на радио, что я рассказываю про какие-то фильмы, люди про них, не знают по разным причинам, книги, музыку. А если бы не было радио, то вот, ну, сейчас я преподаю перевод в одной академии. А может быть, сейчас в сентябре получится, я буду в другом месте еще преподавать. Я бы ничего не потерял. Нет. Ну, конечно, какое-то легкое сожаление было бы. Я еще столько не рассказал. Я еще столько мог людям рассказать интересного. Ну, я бы преподавал. Потому что преподавание тоже, опять, они ничего не знают. Им никто не говорит, что хорошо проявить любопытство, здоровое, что-то узнать. и когда я им говорю, ну, они, например, не знают, что был такой великий танцор, киноактер, Фред Астер. А с ним танцевал, ритах, 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 наверное, Джинджер Роджерс. Я им даю, они смотрят, им это интересно. И на это моя задача заканчивается. Если кому-то это понравилось, он сам без меня дальше разберется. А во всем остальном, ну что, я буду что-нибудь там, не знаю, рассказывать. про то, где есть свои эксперты, нет, это для меня путь. Можно вашу ладонь секунду? Да. Вот если бы вам на ладонь положили таблетку бессмертия, что бы вы с ней сделали? Я бы, если принимать не стал, я бы поговорил с человеком, который ее уже принял. Это, понимаете, а ты хочешь, чтобы тебе было двадцать лет? Двадцать лет? С тем ветром в голове, который у меня был тогда? Нет. И опять с тем ветром, который сейчас. А интересы для этого будут? Я не знаю, это очень сложный вопрос. К счастью, он абсолютно теоретический. К счастью. Таблетками скучно не станет. Я не знаю. Ваша супруга, вам друг, вот до интервью вы очень тепло рассказывали про поездку на Алтай. Да. и насколько я понял, ваша жена очень сыграла в этой поездке, играла и очень значимую роль. Как вообще у вас складывались отношения с женщинами? Вы для них были эталоном, примером для подражания, авторитетом, с вами знакомились как со звездой. А чёрт? Вот знаете, я это не знаю. С женой у меня великолепное отношение. Просто великолепное отношение. Иногда она так обо мне заботится, что мне кажется, что мне лет пять, наверное. Вот. Причём она абсолютно на людях. В Сье прими таблетку, запей, откинь голову. Сначала я дёргался, а теперь это дар, это бесценный дар. И ей интересно то, что я делаю. Она много читает. И моя заслуга, она говорит, всё-таки сколько я за последнее время посмотрела хороших фильмов. Я говорю, да пойми, что это отобрано не один раз. А если бы ты смотрела всё, что не попадет, ты меня прокляла уже давно. Но всегда это абсолютно на одной волне. А у вас какая разница в возрасте? Лет пять, шесть. А сколько лет вы вместе? Девять. Девять лет. Да. Это какой ваш брак? Второй. А можем поговорить про первый брак? Ну настолько, насколько это не будет вмешательством мою личную жизнь. А как вы познакомились с первой женой? Это сложно вопрос. Где-то в 2000-х, в начале 2000-х. Русская девушка приехала в Москву из Казахстана, из Астаны. Где-то мы с ней пересеклись, но человек, конечно, очень, очень, ну, если скажет, все, ее бульдозером не извинишь, но она всю жизнь хотела быть самостоятельной. Ну, и потом у нее так созрелись обстоятельства, она должна была очень далеко уехать работать. Ну, в Восточную Азию. У меня другие были планы. И когда я понял, что для нее личный рост важнее, чем наше обложение, обидно, обидно, но я же не могу не уважать другого человека, я же не могу ударить кулаком по столу и сказать, все будет как я сказал. Вот она очень, она добилась, добилась многого. А в какую страну? Она попеременно Камбоджа, Вьетнам, там, где она работает, многочисленные интересы, но она смотрит очень ценнейший работник, потому что если бумажка А должна лежать на бумажке С, она будет лежать на бумажке С. И если к завтрашнему дню надо составить отчет, то ровно без двух минут девять он будет лежать на столе у начальника. Это ничего не скажет. Ничего не скажет. А туристический бизнес? Нет, 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 строительство. Строительство. Это ей еще надо было вникнуть. Это ей надо было выучить английский. Ну, плюс ко всему сменить Астану на Москву это очень нелегкий труд. А вы помогали в изучении английского? Нет, я принцип со своими не занимаемся, со своими нет. Я помню эти переживания с отцом, ну, его был в рай. Нет, я нашел преподавателя, она с ней занималась, все были довольны. А вы разговаривали с ней по-английски? Нет, я не носитель языка. Я могу допускать ошибки. Значит, если человек, например, в течение года очень интенсивно учится английский, по окончании года, он на 3-4 занятия может нанять носителя языка, англичанин, австралийц, канадцы, американцы, и вот весь свой запас словарный в речь вывести. чтобы уверенность появилась. Это я только за. А вот когда люди, которые не являются носителями языка, начинают разговаривать с другими людьми, которые не являются носителями языка, мое мнение, что это не очень правильно. А вы понимали, для чего она учит язык? Конечно, конечно, потому что если ты ищешь работу в Москве, одно дело, когда ты знаешь иностранный язык, английский, а другое дело, когда ты его не знаешь. Конечно, и она это прекрасно не знает. А со второй женой вы познакомились в Москве? Да, да, да. Долго ухаживали за ним? Мой взрослый я заедусь по ухаживанию. А вы говорили про внука? Очень очень хорошая тварь. Расскажите о нем. Ну, сколько лет он? Восемь. Он в этом году его взяли на сборы сборной России по опасному бою. Да. Вот. Ему все интересно. Ему интересны библиотеки. Вот я буду здесь брать книги. А ты мне что подаришь? Какие книги? У него старшая сестра конец на сиропах должной гимнастике. Иногда у них бывают конфликты, потому что она девочка такая интересная. Она его заведет и он на меда курит. Когда он понимает, что его манули, он начинает строй бегать. Но когда папа мама это видит, понятно кто виноват, тот кто догоняет и наказывают его, но все равно они очень любят друг друга, а он в нем стержень есть. Вот он не согнется. Это от прадеда? От кого я это не знаю, но он очень такой самостоятельный парень. Ну и старшая сестра способствует. Ну там родители прекрасные, что там говорит. Что там говорит. нет, я вот я хочу что уточнить. Когда мы связали судьбы, это ее внуки, это Ленина внуки, ну я считаю, что это моя ответственность. Почему? Я считаю, что это мои внуки, и когда меня их родители, они начинают выговаривать, например, там тебе дедушка сказал, почему ты не сделал. И когда меня маленький называют дедушкой, ну значит, что-то я правильно делал. А вот это вот это большое везение то, что я встретил вот таких двух женщин, и обеих зовут Глема, но вот это мне связло. Вот это мне связло. потому что на самом деле правильно говорят. Для чего мужчины все для женщин? Для женщин, когда ты видишь в глазах, как она гордится тобой, но тут, конечно, и плечи надо расправить, и живот втянуть, и сесть на полу пиджака, что пиджак. Обязательно. Обязательно. А вам ближе загородный образ жизни или квартира? Нет. Я вам так хочу сказать. Если бы у меня сейчас была возможность, и если бы мне было поменьше лет, я бы, вполне возможно, ввязался в какую-то авантюру с загородным жильем, потому что это другое качество жизни. Вот, например, мы приезжаем к нашим друзьям на дачу, нам говорят оставайтесь. Иногда остаешься, но это другой сон. Это другое совершенно состояние. А в Москве чего? Сегодня там, например, плюс 26. 12 уже где-нибудь плюс 102. Потому что уже все раскалилось, весь асфальт раскалился, дома раскалились, хотя у меня очень зеленый район, но это мало помогает. И волей неволей ты включаешь кондиционер, что тоже ничего хорошего, в общем-то. Нет, я бы сейчас, я бы сейчас, конечно, загородным обосновался. А у вас была когда-нибудь мысль переехать куда-нибудь? Не знаю, в Америку, в Германию? Нет, была. В Израиль. Конечно, была. мы собирались всей семьей в Штаты. И мы получили бизнес. Потому что к тому времени вышла великолепная статья в журнале Генеральной прокуратуры человека закон, где мне была огромная статья, и мне была посвящена отдельная глава. Глава называлась помощник или соучастник. Это к тому, что я переводил, переводил, что вы ко мне, я переводчик. А мне, что я ни в чем не участвовал, а мне не было ни одной проданной кассеты, ни одного проданного телевизора. Я пришел, показал эту сумму, все, нужно сказать, давайте, пусть это умерла мама. И вот тут, выяснилось, что без нее и семьи нет. То есть семья есть, но это уже, мама была просто хребтом. И отец сам сказал, он говорит, ты знаешь, говорится, я никуда, пожалуй, не поеду. Ну, что ж, бросать ему и едь. Тем более, к тому времени уже в Америке побывал, у меня там, как это называется, как это, град на холме, а, это я мелочеком бы уже не верил в это. А если бы он сказал, пожалуй, я бы сделал все, чтобы этого не состоялось, потому что он бы там даже четырех лет бы не прожил? Нет, он бы угас гораздо раньше. Он бы угас гораздо раньше. Вот, а, слава богу, что получилось так, потому что я представляю себе все эти беседы, когда я его убил, я-то точно знал, что нельзя. Ну, а как ты можешь говорить человеком, который не знает того, что ты знаешь, а на слово? Ну, то есть, получается, что это формальное предложение было от вас, да? А после того, как мама не стала? Нет, когда мама не стала уже, а потом там еще была история, когда мне пенять начали, что это вам такая честь оказана, а вы не собираетесь? Я сказал все, что я думаю. Мое личное дело. Это в посольстве сказали? Телефон. Нет, это точно был не посольческий работник. Нет, в посольстве так по-русски не говорят. нет. Все. Но, к чести надо сказать, когда я потом, еще раз, несколько лет ездил в статы, никаких припомных, надо всегда говорить правду до конца. Мне задала девушка вопрос, вызов, а это вообще считается не шибко хорошо, когда объяснение, что уже подавал. я говорю, нет. Она говорит, а почему я говорю, я ведь просто сказала, мама умерла, и необходимость в этом отпала. Все. На этом все, посолствую, выливали там мою паспорт и все. Это в свое время ремарк очень хорошо сказал, он сказал, миграция это всегда трагедия. Это действительно сколько у меня знакомых, друзей уехали, причем они уехали в самые разные эстрады, и вот так, чтобы сказать, что люди были счастливы, хотя некоторые из них добились, очень серьезные финансовые благополучия, очень, и не по нашим бастапам, а по бастапам тех стран. Ну, кто же душу раскрыт? Никто, это уже славе, где-то там заперто, цейка. но я, конечно, это избитая истина, это всегда твое решение. И не надо потом говорить, что мне советовали, что я слышал, нет. Значит, ты был недостаточно тщательен в анализе ситуации, значит, ты что-то не прочел, что-то не спросил. Если ты решил для себя, что ты собираешься покинуть свою страну, если на тебе ничего не висит там, человек сам решает. Человек сам решает, что ему надо делать в этой жизни. И я всегда говорил, что это не я придумал, когда люди говорят, надо отсюда ехать. Я говорю, придет только поражение. вот если человек говорит, я еду туда, это уже предпосылка успеха. А отсюда невелика мудрость отсюда уехать. Это то же самое, что сказать, это страна, да? Это чудовищно. Это моя страна, это наша страна, это, я не знаю, вы о своей стране будете говорить как-то по-другому, наверное, но у вас, но если, я понимаю, что вот этот вот штаб Дескантры, ну у них так принято, и это не несет никакого уничижительного оттенка. А когда здесь говорят, это страна, я с одним с одним другом разругался, поэтому я его, я ничего ужасного у него не просил. Я говорю, вот ради нашей дружбы в разговоре со мной держи себя в руках, не говори так, это совсем немного, ну вот не может, ну хорошо, ладно. Вот, это очень, как бы сказать, ну, для меня вот то, что вы сказали, это важно. Это очень, знаете, вот когда появляется в вашей жизни новый человек, и он вам симпатичен, этот человек, и вы бы хотели продолжить общение дальше, но еще осталось 40 минут. Через 40 минут там приедет такси, и вы поедете в разных странах. У каждого человека, мне почему-то я в этом абсолютно уверен, есть некие лакомство бумажки, и вот ты начинаешь этого человека проверять на эти из-под в, потому что если эта страна, мы сказали, а когда человек взрослый, новые друзья заводятся крайне тяжело. Это действительно должно быть такое совпадение. Вот то же самое, как друзья, жена, вот эти есть две фигуры, причем они абсолютно ничего не напоминают собой, а потом друг выключает друг, оп, идеально, подошло, или где-то там проворачивается, ничего страшного, мне кажется, что у меня вот есть такое подозрение, что израиль и россия, несмотря на то, что они не похожи, а вот у меня такое ощущение, что общество очень похожее, на полярность мнений, но это мое предположение, у меня нет материала, чтобы я мог там какую-то выстроить, не теорию, а построение какое-то сделать. Как вы относитесь к современным сериалам? К хорошим хорошо, а к плохим плохо. Ну, например, есть такой сериал американский, называется «Ат на колесах», «Хэллом Уиллз». Это вровень сердцу Леону, хороший, плохой, злой. Это про строительство железной дороги с востока на запад. Я видел этот сериал. Силеннейший сериал для меня. Силеннейший есть прекрасный сериал. Правда, я в определенный момент сломался. Это «Сьютс». У нас его форс-мажоры перевели. Не очень надо читать. Я считаю. Но мне было дико интересно, потому что показана огромная юридическая фирма. Люди живые, со своими амбициями, интригами. Но до поры до времени это меня держало в напряжении. Если бы не последний сезон, я бы сказал и про «Игру престолов». А вы бы участвовали в озвучке сериала? Почему нет? Конечно, но это работа, есть работа. А вы бы выбрали сериал, в котором один голос или многоголосно? Я совершенно другое поколение, я не воспринимаю многоголосство. Хотя, если перевод сделан хорошо, и актеры читают вот этот хороший перевод, я не вижу никаких препятствий. В основном израильские сериалы, наверное, первые израильские сериалы, они были одноголосые, Штисель с Ругим, а Ушпизин, если вы помните, по-моему. Я первый израильский сериал, который я посмотрел, и пришел от него в полный восторг, это была Фауда. Фауда. Фауда блеск. А можно я выскажу свое вообще непрофессиональное мнение, вообще вот такого, по сравнению с вами, вот таким. Я ловил себя на мысли, что это вообще не актер, это вообще не игра. Что это жизнь, и мне, извините, я перебил вас. И мне казалось, что это вообще, это вообще не сериалы, это вообще не актеры, там нет сценария, это просто жизнь. Вот как-то. Значит, у них был великолепный консультант. На меня произвело впечатление, когда Дарон, по-моему, зовут. Дарон. 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 Он заходит на оперативную базу после перерыва, и он заходит в комнату, где висит разнообразная одежда, а где-то сбоку вот эти вот таль какой-то, какие-то, может быть, одеколоны, специфические запахи палестинские. И потом, вы понимаете, вот почему мне не нравится рэмбо. Ну, ладно. Но, опять, я не собираюсь там разбирать все эти ляпы и так далее, и так далее. Здесь люди, которые не кричат вперед за Родину. Они делают свою работу. У меня нет сомнений в том, и это показано, что они к голову сложны. У них нет, ну, собственно, такая работа. И там ни капельки, нигде не преувеличено. Там нет романтики. Нет романтики. Там есть трагедия. Конечно, трагедия. Трагедия и любовь еврея к еврею выше, выше вот этих вот низменных чувств. Когда он простил и жену и близкого друга за вот эту утришку. Да. Паразительная вещь. Очень хорошо в Пауде показан приход нового снайперов в эту группу. Ну, действительно, пришел мальчишка. Понятно, что, конечно, он вышкаленный, он подготовленный, но это же коллектив, это совершенно другие люди со своими отношениями. Я только за. Я только за. И очень неплохой, но хуже, чем Фауда Тигерас. Тигерас. А Зе Спай смотрели? Я о нем слышал, но пока не довелось. Саша Барон Коэн там в главной роли. А, понятно. И еще посмотрите «Долина слез». Хорошо. Хорошо. Есть такой сериал, я израильский, я посмотрел его одним из первых. Он назывался «Ушпизин». А «Ушпизин» это гость в Суккот. Когда евреи на праздник Суккот ставят, строят себе Сукку, обязательно, если это индивидуальная Суккот, тебе должно прийти в гости два еврея. Это называется «Ушпизин». Вот этот визит. Вот именно появление двоих гостей. Да, 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 «Ушпизин». И сериал о двух парнях, которые пришли к третьему еврею, ну, там есть такие сцены, и посмотрите, как подобраны актеры. У одного нет зуба, у второго я посмотрел стоптанные кроссовки «Адидас». Понятно, что мы можем оценивать это как небрежность, а на самом деле это очень тонкая работа постановщиков, которые подбирали эту одежду. Вот, кстати говоря, для меня это было очень интересным, потому что я видел быт Израиля. Вот эти вот, ну, естественно, Голливуд это великая правокандистская машина, но и возникает впечатление, что все квартиры по пять тысяч квадратных километров, ездят все, ну, точно на Порсе, ну, а бедные на Мерседесках ездят. Хорошо. А здесь абсолютно ты никого не видишь разодетых, какие-то престижные марки одежды. Все как-то, знаете, для меня приглушено. Очевидно, я думаю, и в Иерусалиме, и в Тель-Авили, еще где-то, я просто не знаю, есть какие-то районы, улицы, где кого угодно можно встретить. и в Тель-Авили, но здесь-то показано, ну, как это сказать, среднее, потом там, у него своя фирма, он говорит, как они, ну, это же видно, что это за бизнес, это все на тебе, ты должен сам все это тащить, у тебя не бухгалтера, нет, никого больше, я очень, и, а ничего особенного не происходит, а ничего особенного это и не происходит, я могу сравнить, вот, впечатление, которое на меня произвела Фауда, с книгой Джона Ле Карре «Маленькая барабанщица». Вы не читали? Вот сегодня вечером начните. И это начинают в Западной Европе взрывать израильские дипломаты. Тут какая-то... Запиши у тебя телефон ближе, Кирилл, маленькая барабанщица. Да, 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 Ле Кардзун, Ле Карре. Поручают это какому-то израильскому разведчику курсу, ну, курсу, курсу, она это, скорее всего, не важно. А дальше возник, когда они очень многое выясняют, от него требуют, а результат требуют. Умыт, результат не может быть по одной простой причине. Они все из одной ливанской деревни. Они не возьмут нового человека, это исключено. А если они не возьмут нового человека, то первое, что они ему дадут в качестве вступительного донуса, пойди в израильский детский сад. Вот те две гранаты и автомат. Он говорит, ты потом как будешь выглядеть на комиссии со своими внедрениями и так далее. И они понимают, что нужен не еврей, Гой нужен. Все. Все остальное это я вам испорчу, удовольте. вот это действительно и очень, конечно, я бы хотел отдать должное Ле Каре, он изо всех сил старался быть объективным. Получилось у него, это не получилось, это, я, к сожалению, ни одной израильской реценции на эту книгу не читал, но книга великолепная, она написана. Я читаю лучшие книги о борьбе с терроризмом. А если мы накидаем сериалов американских, вы просто для тех, кто не видел, скажете, это стоит, это не стоит. А Райдонован? До поры до времени, потому что если в начале я просто восхищаюсь этот человек, который разруливает любую ситуацию, а у него жизнь-то не сладкая, с семейкой такой, на каком-то сезоне. Но какая трансформация героя? А там, нет, во-первых, герой, а Папаса его? Микки Донован? Да, Микки, которому это, папа, отец, Джон Войт, играет Папаса. А когда я начал смотреть, а я и не знал, что такой актер есть, Рейдонован, который играет Рейдонована, Лифт Шрайбер, ничего в нем особенного нет, немного склонен к полноте точно, не совсем противного живет. ну, и тем не менее, ты под магией этого персонажа попадаешь мгновенно. Был такой, кстати, американский сериал назывался «Джетон детектива». У нас его перевели, иногда, с дома, как всегда, щит. А щит, это когда американцы говорят, «Джетон детектива», он в форме щита. И там главный герой такой изворотливый детектив, которому закон нарушен. Он и не падает. И когда под него начинает копать службу собственной безопасности, я поймал целый о том, что я не хочу, чтобы они его поймали. Нет, я за него. Вот это да! А он вообще неблаговидного сделал. Много чего. Извините, я перебил. Следующий я. «Better Call Saul». Да, очень хорошо. Очень хорошо. Я очень люблю, когда вокруг крутые бандиты, а человек в силу ума, своротливости. Он их всех вот так обводит вокруг, паял. И актер великолепный в главной роли. Великолепный актер. «Наркос». «Ноура». «Эль Чапа». «Эль Чапа». Очень хорошо. Они не попались. Самое главное, чего, мне кажется, в подобных сериалах надо избегать, это романтизация. Романтизация. Да. А это бандит. Его человека убить. За дело, без дела. наплевать. «Гамора». Очень хорошо. Очень хорошо. «Субура». Очень хорошо. «Черный Парсан». Великолепный сериал, но надо уйти. Я прочел книгу про то время, и вот тогда мне это стало совсем интересно. Единственное, только вот, нет, это дурной будет, там слишком много гомосексуализма, но времена такие. Но как это за... Сериал отображает эпоху, причем реальные же все, все реальные лица и черная борода. Я уже забыл, как их в реальной жизни звали. Нет, это я с большим удовольствием смотрю. А «Банши»? Лучший полицейский сериал, ну, не полицейский, а лучший сериал-боевик, который я веду через них. Он тебе не дает вздохнуть ни разу. Там все время он действует, 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 действует. Да, конечно, если мы начнем к этому сериалу, мы посадим сюда там от основного полковника из «Вымпелы», от основного полковника из «Сайрет-Маткальп», они начнут смеяться, хлопать друг друга по плечам, говорить, ну, так же не бывает. я просу их помолчаю. Настолько увлекательно, настолько тебя сюжет за собой тянет. Нет, это у меня записано, это я время от времени пересматриваю. «Родина». Я бы где-нибудь закончил пораньше, наверное, но очень хорошо. Ну, карточный домик. В определенный момент мне приятно. В определенный момент мне это надоело. А «Босс», не знаю, но это не знаменитый сериал. «Босс». Я знаю, это про «Чикаго». Да, абсолютно. «Чикаго». Он у меня отложен, но я его пока не знаю. А винил? Винил нет. Нет, знаю, но ничего сказать не могу. Бумажный дом. А! «Casa de la papel» испанский. Хороший. Побег. Побег, побег, побег. Это чайный пакетик. Это когда из тюрьмы бегут несколько человек, они долго к этому готовятся. Нет, не вижу. Ну, это много. Там, по-моему, сезонов 7-8, но вот я прям, кажется, на сезон. Слава Богу, вышел. Королева Юга. Нет, это уже после наркоза. Мне как-то не очень... Он женский. Наверное. Мистер Робот. Нет. Миллиарды. Первые три сезона прямо вот ждать не мог. Когда новое что-то появится. Четвертый уже у меня пошел с меньшим энтузиазмом. Но сериал, конечно, не рядовой абсолютно. Нет, мне он нравится. Мне он нравится. У меня много здесь, но просто мы сейчас потратим. Какой лучший сериал? Это я не могу сказать. Что бы я еще порекомендовал, вот из того, что здесь не фигурировали. На лед. Это французский сериал. Он даже не уступает банше. Банше более динамичный. А это вот такой, знаете, мрачный, безнадежный совсем. Вы знаете, есть такие великие фильмы. Он начинается, и через пять минут ты понимаешь, что ничем хорошим это никак. Как Гамора. Да. Гамора – мрачный сериал. Мрачный сериал, конечно. Конечно. А Песочный берег? Нет, это я не видел. Я не знаю, что это такое. Очень хороший сериал «Живущий без Бога», «Godless», «Вестерн». Он один сезон, семь серий, по-моему. Но хорошо сделано. А когда один сезон, скучать начинаешь. Ага. Хочется продолжения. Нет, сериалы – это спасение современного кино, я считаю. Как, извините, как Даренко говорил, что это главное культурное событие нашей жизни. Ну, в хорошем смысле, он всегда это приукрашивал. Силян. Да. Да. И, ну, особенно это когда с пандемией я вспоминал. Да, 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 да. А нас ситуация, к сожалению, это вынуждает смотреть на пиратский. К сожалению. Я считаю, что никого ничего не вынуждают. Это не к нам вопрос. Ну, да. Это не к нам вопрос. Потому что они бы ужаснулись, узнав, какие пиратские приставки сейчас делают. Да, конечно, там и изображение может зависнуть, и еще что-то. Ну, извините, пожалуйста, 250 рублей в месяц. И все дела. Все, и там ты смотришь и английский футбол. Я обожаю смотреть какой-нибудь там румынский футбол. Ну, значит, наш-то не худший выходит. Вот. И я с большим удовольствием теннис смотрю. Не-не-не-не-не. Это действие всегда раздает противодействие. А если на этом еще можно деньги заработать? Человеческий гений не остановится еще никак. Мы всегда задаем вопрос гостю, который сидит в этом кресле. Вот то, что не касается семьи, то, что не касается личной жизни. Какое достижение вы могли бы поставить на первое место? Профессиональное, творческое. Вот что является вершиной того, что вы сделали? Я отвечу на это так. Я надеюсь, что если бы мне удалось встретиться, надеюсь, между моими родителями, они бы гордились мной. Или просто были бы довольны. А все остальное, ну, как сказано, все это тлен и суетазы. И всяческая суета. Ну, люди такие совершали вещи. Ну, а я что-то переводил, преподавал. Так что нет. Для меня вот это вот, это я считаю, для меня. И, конечно, я никогда в жизни никого не предал. Я никогда в жизни не вел себя недостойно по отношению к другим людям. В этом я себя упрекнуть не могу. А можно ли сказать, что вы этот жанр, это направление, эту профессию, вы сделали так, что вы в эту профессию влюбили миллионы человек, десятки миллионов. Не думаю. А не, не по сей деньгам, шапка. Нет. Я надеюсь, но не, не, не надеюсь. Потому что иногда, да что он за переводчик, он матом не ругается. Ну, понимал бы ты, что-нибудь в переводе. А интернет дает такую свободу, ты можешь высказать свое мнение абсолютно о чем угодно. И вот, я абсолютно уверен, таких людей много. Вот он рыскает по сайте. В особенности, если кто-то прямо идет и пишет. Вы все козлы. Дальше. Ну, люди считают очень много, что они могут высказывать на все темы. Не может. Не может. Кто-то послушал и стал учить иностранный язык. Я счастлив. Может быть. После моих радиопередач кто-то взял какую-то книжку, какой-то фильм. Они посмотрели, им понравилось. Их это затянуло. Ну, тогда я вообще молодец. Ну, своих собственных глазах, конечно. Вот. А, что такого я сделал? Ничего страшного. Нас сейчас смотрят десятки тысяч человек. И они сидят за одним столом. Большая честь. И они сидят за одним столом и готовы поддержать ваш Лыхаем. Скажите, Лыхаем от Володарского. Лыхаем от Володарского. Я знаю, что это означает. Счастья всем. И здоровья. Это исчерпывающее призывание. Больше ничего не надо. Спасибо вам большое. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.